МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой ярмарке мы продаем поделки мамочек, которые являются нашими подопечными, а также продаем кондитерские изделия профессиональные для того, чтобы эти средства пошли на помощь беременным женщинам, потому что в старину считалось, что покормить беременную – это большое благословение. После торжественного открытия третьего этапа фестиваля гостей ждал сюрприз – концерт фортепианной музыки. В виртуозном исполнении Александра Рыбина прозвучали произведения Моцарта, Шуберта, Шопена, Чайковского. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах по придению шерсти и плетению корзин, попробовать блюда полевой кухни и побывать на книжном развале. По словам организаторов, подготовка к фестивалю следующего года начнется уже в ближайшее время. Нам также рассказали, почему же городом проведения выбрали именно Звенигород. Это город, который изначально был Звенигородским уездом, и это был второй город после Москвы. Здесь было развито огромное количество ремесел, но самое главное – здесь очень много традиций. Их не нужно придумывать, они есть. Поэтому, развивая туризм, событийный туризм, одно из приоритетных направлений развития туризма, мы думаем, что именно вот такие фестивали, они и будут привлекательны для туристов и, конечно же, для жителей. Виктор Филоненко занимается тематическими парками и обладает большим опытом участия в различных выставках. Однако на Звенигородскую ярмарку пришел в качестве гостя и поделился с нами своими впечатлениями. Здесь собраны очень разные вещи, совершенно иногда вроде как несовместимые, классическая музыка и народное творчество. Это, еще раз повторяю, росток, из которого вырастет будущее уважения к русской провинции. Понимаете, вот и людей друг к другу, и к своему месту в этой жизни. Поэтому я считаю, что все замечательно. Ярмарка завершилась. За три недели ее посетило множество гостей, причем не только из Одинцовского округа, но и со всего Подмосковья. Остается с нетерпением ждать следующего фестиваля. Жанна Набок, Елена Морозова, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.